встаешь ты короче раненько утречком подходишь своему коню и думаешь но сегодня 10 га я перевернул солнце уже высоко и короче по привычке достаешь ты щуп и смотришь на него и думаешь ухты а масло было черное а теперь какая-то белая пена и уровень приподнялся и начинаешь думать ну наверное китайцы масло подделку продали но ты брат ошибаешься теперь ты станешь не просто трактористом трактористом мотористом это тебе в маслице попала вода она попала надо спросить у мужиков из и стариков из деревни они вам скажут откуда она попадает вода попадает из радиатора в масло если прокладку пробила между головкой и блоком то газы будут вырываться в радиатор и воду будет выбрасывать на улицу или через вот эту вот трубочку вот она у меня торчит здесь будет парить но этого нету а в картере вода значит вода попала гильз там резиновые кольчики на гильзах либо мотор перегрелся либо что-то там еще случилось но эти кольчики резиновые перестали держать воду и она попадает между гильзой и блоком и скапает в картер и поэтому надо снимать поддончик вот мы его сняли видите какое маслица это белая моча пена и то же самое снимать головку со всеми потрохами и вы откручивать шатуны выбивать кольца таскивать гильзы менять на них резинки и обратно запрессовывать чем мы сейчас и будем заниматься и вот друзья мы под трактором сняли поддон и сейчас снимать будем вот этот масляный насос и может быть придется снять вот этот равновешивающий механизм чтобы добраться туда до самых цилиндров что вытаскивать поршня вот такой короче топливный масляный насос это сняли крышку сервер коромысла толкатели и дальше мы делаем начинаем строить автосервис первым возводим кран балку вот мы ее тут выорудили далее будем копать яму стены притащим притащим токарный станок чтобы растачивать коленвал и покроем крышу и все будет нормально к зиме надо успеть осень уже так что вот но сначала надо снять головку вместе со всеми потрохами вот короче друзья сняли мы головку при помощи нашей крутейший кран балки вот у нас стоит на лесенке торцом уперто в березу но не думайте мы там гвоздиком прихватили а вот стоит наша головка вместе с фильтром и глушителем и вот сейчас покажу прокладочку прокладочка новая можно еще пять раз ставить 5 раз моторка метод капиталить и прокладку по новой ставить да нет мы экономные ребята мы ее поставим еще пять раз вот тут нет целая прокладка ничего и не стало короче прокладка живая значит кольца которые на гильзы снаружи резинки вот такая ерунда вот вот короче друзья сняли один поршень и сквозь цилиндр мы смотрим на небо кто-то смотрит на звезды в телескоп кто-то с прицел мы смотрим сквозь двигатель 41 через гильзу цилиндра вот поближе но по моему и так вот эта шейка шатунная и вот такой мы имеем мотор весь вот такой не знаю видно вам чего-нибудь или нет мне ничего смотреть не надо мне главное выбить час вот этим вот этим дрыном вот туда в край гильзы упрем и будем выколачивать ее кувалдой съемника в нашем автосервисе к сожалению нету короче мужики потом короче надо вытащить гильзы но поршень там вытащите все нормально и вот короче что в гильзу вытащить берете вот эту вот руку эспандер резиновый и вот так его качаете короче три года качаете чтоб сила была что потом вот так вот взять гильзу и вот так вот за краешек и этого берешь это краешек зацепился тут небольшая выработка от колец идет вот за эту выработку ногтями зацепился и второй рукой с этой стороны и вот такие гильзу так раз и вытягиваешь сюда короче ну вот так короче берешь как я щас вот короче видам вся ржавчина всякая ерунда вот такая она красота ну понятно да что я пошутил вот она красота лежит первый горшок и теперь мы пытаемся вытащить гильзу вот такую шпильку гайку на 36 с трубой тянем тянем стучим снизу тянем стучим снизу по гильзе поленом но это все такое дело закипело конкретно наверное придется поискать съемник мне кажется уже тут и есть будто замылила все такое вот удовольствие у нас вот короче друзья вытащили мы одну гильзу вот такая там ерунда такое чувство как будто там кто-то в туалет ходил вот короче гильза вот три канавки все пошкурили почистили сейчас будем одевать широкую резинку 2 как маленькие узкие резиночки на гильзу там все протерли будем гильзу обратно заколачивать на место вот короче пришлось снять вот этот противовес балансированный механизм потому что не давал добраться до шатунов короче откручиваем 2 шатун болты на шатунной головке вот там торчит звездочка которая входила в противовес шайбы то не было там гроверной гигантином чем это идем без вот вы палец короче от трактора заострили чё с чё тянем у на диван трубу потянул срывай сорвал но тяжело что-то я добавлю так перестанься тут нету места для трубы давай сколько можем к низу сейчас наверно пойдет без трубы давай еще колоти идет идет выходит давай давай колоти чуть выснулся давай 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 все вкладыш держи сам вот это мы вытащили 2 первую гильзу уже поменяли резинки час будем вытаскивать вторую гильзу сюда его бросим чтоб не хорошо короче погнали я кто его знает пока не видно там нормального порта нормально соскочит пошла родимая не закрывай камера 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 все пошла родимая это легче а тут и мы сколь мучили это легче пошла мы поставили прокладку на чтобы съемником не колбасить по поверхности блока все похоже резьба кончилась влазит не сейчас чуть-чуть откручу так где третий то все погнали дальше все земля земля сыпется там там короче резиновые кольца все вот на этой ножке резьба кончилась сейчас сейчас короче надо подсунуть еще подножки не вылазит как тянуть никуда погоди все 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 не тяни как тянуть с трубой же с трубой гильза уперлась в съемник никуда не двинер сейчас гильзу исколбасим ничего не исколбасить давай подкладывать будем подножки подкладываем вот где погнали тут большие кубики у нас же есть большие кубики где они один такой вот вот этот не ездит заваляемся это запрещает деревяшки то сейчас скоро брусов расколется под той лапой это те кольца уцепились за горловину не хотят резиновые кольца не дают вот такая вот наша мтс чего легко идет последний рывок меня не возьми руками кольца кольца все превратились жевать вместе со съемником можно вот короче говоря друзья мы оставили балансир уравновешивающий балансирный механизм но до конца не закрутили его я вам хочу показать вот видите две метки на коленвале одна метка на балансире на звездочке и когда их вот эти вот болты вот этот вот и вот этот затягиваешь надо чтобы вот эти метки совпадали короче мужики вот такие бывают чудеса в жизни поставили обратно гильзы головку затянули залили воды и вот какую ерунду увидали прямо из заглушки хлещет фонтан а мы короче думали что это резинки на гильзах подтекали оказывается вот почему вода была вот ось коромысел сняли и вот такая ерунда хлещет будет смотреть это еще бывает так что вот здесь на форсунках когда их вытащишь там стаканы стоят и между головкой и стаканом стоит медная кончика и резиновое кольцо если перегреть головку то это кольцо тоже начинает пропускать воду и вода попадает в масло вот короче говоря вытащили эту заглушку шурупом загнали в реале вытащилась коррозия просто впечатляет вот так вот она и прогнила пока в ней было масло и грязь не видно было как протерли масло и грязь фонтанчик пошел вот короче вытащили третью крышечку вот такая она с внутренней стороны вся прогнила пока вытаскивала проткнула тверкой так-то штамповка то толстенькой гальваника и покрыта вот такие жестоко проела вот короче вытащил токарь нам вот такие крышечки вот одну я уже поменял вот там стоит одна новая вот вытащил вторую сейчас будем закрывать вот так и вот это уже я намазал герметиком сейчас буду ложить вот так положили и час заколотим при помощи молотка также как заколотили вату называют